В преддверии празднования дня первого президента республики Казахстан завершил свою поездку агитационный поезд с информационно-пропагандистской группой по разъяснению основных стратегических задач социально-экономической модернизации страны. Пропагандистская группа побывала в городах Балхажес, Казган, Сатпаев, Шахтинг, Сарань, а также в Каркаролинском, Бухажараусском, Абайском, Нуринском районах. Завершилась пропагандистская турне в Тимиртау в историко-культурном центре первого президента. В конференц-зале собрались учащиеся школы Граганды и Тимиртау. Они приветствовали ветеранов-тружеников 60-х годов, которым посчастливилось учиться и работать вместе с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Встретились участники исторических событий строительства казахстанской магнитки и будущие создатели истории Казахстана. Это представители Единой детско-юношеской организации ЖАСУЛАН и молодежной организации ЖАСОТАН. Два поколения делились своими представлениями о работе на благо государства. Ветераны рассказывали о том, каким был в молодости первый президент Республики Казахстан и как он стал лидером страны. Только через труд можно оценить те грандиозные сдвиги, которые произошли в нашем государстве. Ветераны посетовали, что молодежь сегодня ищет чистой работы и не хочет идти на производство. А ведь сам президент начинал свою трудовую и политическую деятельность в горячем цеху нынешнего Арселор Митталтимиртау. Чем отличаются два поколения? Возможно, беззаветной преданностью своему делу. Ведь, скажем, Мария Иринична Чепелян, однокурсница главы государства, начала работать с 16 лет на производстве. На встрече был презентован краеведческий проект «Елтану». О нем рассказал заместитель директора центра Сары Аркадырыны Рашид Белгибаев. Этот проект будет посвящен именно людям труда, о которых говорит глава государства. И здесь мы с вами сможем в интерактивной форме, как мы любим, не читая, а смотря видеоролики, слушая какие-то аудиофайлы, получим информацию о том, кто, какая личность, какой человек, какой коллектив людей, какое предприятие в том или ином регионе нашей страны, именно послужило базисом тому, что вот мы сегодня живем сами в той стране. У двух поколений нашлись общие темы для разговора и общие песни. Звучит песня «Елтану» Современная молодежь, как Нурстан Абишевич сказал на втором съезде, должна также участвовать и принимать участие в больших стройках, как в свое время Нурстан Абишевич пришел на казахстанскую магнитку. В государстве очень много программ, и моногорода, и программа занятости 2020, и с дипломом в село. То есть это все делается для будущего Казахстана. Поэтому Нурстан Абишевич в своей речи говорит, что будущее Казахстана в руках молодых. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.